Стали известные победители национального музыкального проекта «Студ весна» авторы. 12 талантливых финалистов исполнили свои композиции на арене Тверского цирка. Напомним, что конкурс стартовал 8 декабря в столице Верхней Волжи о том, как прошел завершающий этап в нашем сюжете. Песня «Студ весна» В первый день конкурсанты, прошедшие заочный отбор, выступили со своими песнями на полуфинальном концерте. Все 28 человек, которые приехали на полуфинал, они все хорошие, они все молодцы. Мы это им доказываем. Некоторые ходят унылые, но мы подходим к ним и говорим, ребята, вы только не бросайте это дело, это конкурс. Но в любом случае, если бы у нас было 28 мест, вы бы все были там, но их всего 12. Некоторые студенты, чтобы продемонстрировать свои таланты, преодолели несколько тысяч километров на самолете. Евгений Кафанов прилетел из Сахалина и смог пройти финал со своей композицией. Он рассказал, чем, по его мнению, отличается исполнение авторской песни от кавера. С авторским материалом намного сложнее выступать, потому что тебе нужно донести то, что ты хочешь донести, и то, что ты вложил в эту песню, нежели просто кого-то перепеть под копирку, и тебя будут судить уже как знающую песню, и просто судить твою технику вокала, и какие-то моменты артистизма и так далее. А здесь тебе нужно выложиться по полной. На протяжении трех дней участники, прошедшие финальные испытания, усердно готовились к выступлению. Я рад вас приветствовать здесь, на этом празднике молодости, творчества и таланта. Помимо конкурсных испытаний, всех ребят, которые приехали в Тверь, ожидали мастер-классы от опытных наставников и представителей творческой индустрии. Национальный музыкальный проект «Студистный авторы» Тверской государственно-технический университет делает совместно с Российским союзом молодежи. Это первый проект, уникальный в своем роде, таких конкурсов, которые позволяют ребятам показать свое собственное творчество, свою авторскую эстрадную песню. Очень мало. В финальном концерте участвовали три представителя нашего региона. Студент Тверского государственно-технического университета Егор Головацкий выиграл сертификат на сольный концерт в Московском многофункциональном культурном центре 2020 году. А победительницей проекта стала жительница Саратовской области Гюнай Ахметова.